На базе 34-й школы разворачивается настоящая битва мыслей. Любовь к городу здесь воплощается в уникальные проекты. Информационно-туристический чат-бот, архитектурно-парковый ансамбль «Лабиринт», мозгобойня, живая библиотека, парк «Солнце» и даже коллекция образов славянской мифологии. Молодые генераторы идей затрагивают, кажется, все сферы – от образования до экологии. «Было очень много интересных проектов. Например, мне понравилась идея с лабиринтом. Также интересный чат-бот города Бобруйска с достопримечательностями. Арт-объект мне очень понравился с глобусом. В общем, мне кажется, что все работы, которые дошли до финала, достойны реализации». «Я представила свой проект «Чат-бот», «Бобр-бот» – это телеграм-бот, который помогает жителям города Бобруйска ориентироваться в городе, узнать о достопримечательностях, мероприятиях, которые в городе, поиграть онлайн. Мне, как педагогу-организатору, очень интересно было наблюдать за учащимися школ, которым горят своими идеями». Молодежный взгляд «Битва идей» объединяет юных активистов со всего Бобруйска. Некоторые презентуют сразу несколько замыслов – всего 19 идей. Среди номинаций творчества, ландшафт, брендинг города, молодежь. «Мы впервые под эгидой Совета депутатов проводили такой конкурс молодежных инициатив. Важность его, конечно же, в первую очередь заключается в том, что молодежь сама принимает для себя решения и предлагает для развития нашего города те или другие проекты». Победитель Кристина Лещенко – автор проекта «Музыкальный сквер» в номинации «Ландшафт». Учитель искусства, черчения и обслуживающего труда 28-й школы предлагает оригинальное украшение для города – кустарниковые скульптуры и лавочки в виде музыкальных инструментов. «Эмоции, конечно, огромные, потому что я очень надеялась, что я выиграю. Я очень хочу, чтобы наш город как можно был более красивый, оригинальный, чтобы здесь было много интересных мест». «Сегодня нет проигравших. Сегодня в первую очередь город приобрел новые проекты, идеи, которые будут осуществлены в ближайшее время». Количество участников, разнообразие идей и горящие глаза подтверждают – юному поколению небезразлична судьба малой родины. А администрация города всегда готова поддержать молодежные инициативы. Елизавета Лепеева, Станислав Чичерин, Бобруйск-360.